Rainbow English, учебник 5 класс, 2 часть, unit 6, step 7, упражнение номер 8. Создайте предложения и запишите их. То есть нам нужно из вот этого набора слов составить предложение с правильным порядком слов. В английском языке, напомню, если у вас утверждение, у вас обязательно сначала идет подлежащее, а потом уже сказуемое глагол. Поэтому для начала, видите, у нас точка, это не вопрос, это утверждение, ну, то есть с прямым порядком слов предложения, значит, ищем подлежащее. Подлежащее, отвечая на вопрос, кто что. Вот у нас есть футбол, да, ну, вряд ли будет футбол на первом месте, если честно, сразу подскажу, вот более есть подходящее he, он. Вот мы его себе ставим, а затем ищем уже глагол. Вы работаете с паст-континиусом, да, вот последние степы, я уж думаю, тут его легко можно сразу увидеть, то есть это was were плюс глагол с инговым хвостом. Was мы вот уже откопали, и глагол с инговым хвостом это вот playing, но еще проблема, у нас есть not. Значит, у нас предложение отрицательное, и нам нужно вот после was еще и not поставить. Значит, получается, he was not playing, а во что же он не играл? Футбол, да, вот теперь очередь в футбол написать. Затем у нас осталось с, потом нами, ну и затем вчера. То есть тут все понятно, по порядку так и подставляем. With us yesterday. Получилось, he was not playing football with us yesterday. Он не играл в футбол с нами вчера. Второе предложение, видим в конце вопрос. Значит, порядок слов меняется аккуратней. Здесь мы уже работаем с глаголом вначале. То есть в вопросе у нас, наоборот, глагол будет всегда выступать на первом месте. Глагол у нас, опять же, видите, у нас связочка, паст-континиус работает. Вот этот в мы выносим в начало. Затем только пойдет подлежащее. Подлежащее у нас you, ты. Или вы, переводите так и так можно. Затем остаток глагола, вот этот reading. И осталась книга в 7 часов. То есть книгу пишем с артиклем. Она одна, значит, артикль ставим перед ней. И затем at 7 o'clock. Were you reading a book at 7 o'clock? Ты читал книгу в 7 часов? Номер 3. Снова вопрос. Снова будем искать глагол для первого слова. Ну вот он, were. Затем ищем подлежащее. Вот есть дедушка. Но, скорее всего, дедушка пойдет дальше. Вот у нас they, они. Поэтому давайте попробуем they, если что, поменяем. Затем глагол с ингом. Was it in? Were they visiting? То есть они навещали. Ну, тогда получается, вот, кого ж навещать могли? Их дедушку. Тут, видите, повезло, они друг за другом идут. А затем осталось in the morning. Прям отлично авторы сработали. Видите, вам прям легкотню сделали. Друг за дружкой написали эти слова. Were they visiting their granddad in the morning? Они навещали своего дедушку утром. Номер 4. Утверждение. Поэтому для начала мы ищем подлежащее. Итак, подлежащее у нас птички. Птички какие-то определенные, поэтому артикль Z мы тоже с ними захватываем. The birds. Затем past continuous. Вот опять же его здесь видно. Were. А вот singing. То есть пели. А что же они там у нас пели? Или когда пели? Потом у нас идет, смотрите, рано. Early. То есть они пели. Неизвестно, что просто пели. Рано. И осталось in the morning. Опять вам помогли с концовкой. The birds were singing early in the morning. Птицы пели рано утром. Пятое. Вопрос. Значит, работать будем с глаголом. В начале. А, нет, не с глаголом. Видите, вопросительное слово. Вот если вы встречаете вопросительные слова. Где, куда, зачем, почему и так далее. Значит, вы их вставите в самом-самом начале. Вот оно у нас стоит. Затем смотрим на глагол was. Тут уже все по порядку. После was у нас идет подлежащее. Это been. Так, секунду. Бена правильно запишем. Затем глагол сингом. Это doing. Посмотрим, что получилось. Что Бен делал? И осталось написать yesterday evening. Вчера вечером. И знак вопроса. What was Ben doing yesterday evening? Что Бен делал вчера вечером? Шестое у нас опять утверждение. Значит, ищем подлежащее. Это she. Затем глагол пошел. О, ну тут уже в отрицании нам сразу поставили wasn't. Затем с сынговым хвостом у нас sleeping. И at night так и списываем. She wasn't sleeping at night. Она не спала ночью. И семерка последняя. Знак вопроса. Значит, ищем was в начало. Ой, секунду. А, ну все. Если was, смотрите, у нас просто подлежащее. Может быть you, а может быть учитель. Да, но если бы you мы выбрали как подлежащее, у нас был бы were. Да, то есть поэтому you выкидываем. Он нам тут пока не нужен. Значит, мы ставим учителя. И учитель идет с артиклем. The. Потому что какой-то определенный. Was the teacher. Ну и затем, понятное дело, глагол с сынговым хвостом. Speaking. И осталось написать to you. Was the teacher speaking to you. Учитель говорил с тобой? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok